Привет, дружище, меня зовут Шамбо и мы продолжаем маскаратом первых. В предыдущей серии отправлялись грабить музей, чтобы добыть для князя саркофаг, но это сделать не удалось. Ограбление провалилось, потому что саркофаг был похищен еще до меня. Плюс, меня заметили камеры наблюдения и пришлось там устроить настоящую бойню. Так вот, князю по-прежнему саркофаг нужен, но он отправляет меня на его поиски, подозревает, что украли его на Сферату, так как только они знали про него. Мне нужно найти Гэри. Гэри это, по всей видимости, старейшина на Сферату. Князь посоветовал поговорить с Айзеком Абрамсом, бароном Голливуда. Айзека можно найти в его ювелирном магазине. В общем, отправляемся в новый район. В это время князь объявил охоту на Найнс. Я в ней участвовать, естественно, не буду. Кстати, предлагаю не сразу отправиться в Голливуд, а в другое место. Здорово, таксист. А почему с тобой не поговорить? Куда-то направляемся? Да, просто поезжай. Отправляемся сейчас в Санта-Монику, заглянем на пляж и посмотрим... Что я никого сейчас не убил, это великолепно. Вот, и посмотрим там магазинчик, про который был флайер около музея. Потому что если такая записка появилась, значит, там, наверное, будет какое-нибудь задание или какая-то другая активность. Но если нет, значит, я потратил лишнее время на это. Я думаю, не страшно пару минут пробежаться. Здесь, к сожалению, по-прежнему закрыт. Это меня совершенно не радует. Убийство было совершено, наверное, уже неделю назад, по игровому времени. Но по-прежнему не хотят открывать прямой путь на пляж. Почему? Неизвестно. У нас слабокровные вампиры куда-то сбежали. Эй, здоровый чувак. Добрый вечер. Почему я не могу спросить, а где все остальные? С тобой все в порядке? Ничего. Ну, ладно, пока. По всей видимости, они действительно уехали за город. По-моему, то ли Е, то ли Лили рассказывала, что у них есть родственник за городом. И они думали там остаться, пожить. И спокойно, вне Комарильи, вне города, проживать свою бесконечную вампирскую жизнь. Ну, точнее, не жизнь. Хотя, какая разница? По-моему, это магазин. Тут была вывеска «Псиджик» или как-то так. Да, вот он. А психик? Мадам Лиота. Заперто. Подозрительно. То есть, я нашел около музея листовку, что мадам Лиота переехала на пляж. Естественно, я сразу отправляюсь на пляж, понимая, что там что-то должно быть. Ну, увы, ничего нет. Ладно. А тогда отправляемся в Голливуд. Что же еще делать? Мы немного пробежались. Никакой новой активности здесь не видно. Можно, конечно, заглянуть к Трипу, заглянуть к Меркурио. Но вопрос, зачем? Главное, мое оружие. Это мои вампирские способности. Они, соответственно, их не улучшат. Можно, конечно, заглянуть к Хизер, посмотреть, что она там делает. Может, наконец-то убралась. Хотя я в этом абсолютно сомневаюсь. Не вписался в поворот. Можно было бы заглянуть к Вандалу, закупиться кровью. Хотя, знаешь что? У меня в инвентаре просто абсолютный хлам. Все забито. Предлагаю распродать это. Сейчас заглянем тогда, наверное, к Меркурио. Потому что у Меркурио может появиться какое-нибудь классное оружие, например. Снайперская винтовка, огнемет. Или про что он там еще рассказывал. И можно будет прикупить на всякий случай. И ты мне еще рассказывал, что здесь можно вот этот сундук хитро взломать с помощью силы крови во время взлома. Действительно сработало. Видеокассета. Джекшот своим свитшот. 98% вероятность, что у кого-то снесло крышу. Запись, купальник, шот. Короче, скорее всего, какой-то фестиваль купальников или что-то еще. А где я могу ее как бы... Тут? Блин, с жуткими кадрами. Нет. А где тут видак? Куда мне хаси тут вставить? Или у меня дома есть видик? Хотя у меня дома там очень-очень старый телевизор, но я, правда, не помню, около него был проигрыватель. Ладно. Может, Меркурий узнает, где его купить. Здорово. Вчера утром раздобыл Спас-15. Прочищен, смазан. Так и ждет, чтобы проделать в чем-нибудь дыру. Интересует? А что это? Ну, давай посмотрим. Спас-15. Навык стрельбы 7. Ага. У меня аж 97. Автоматический дробовик, который по всем показателям больше напоминает штурмовую винтовку, нежели обычный дробовик. Может стрелять смертоносными очередями в поразительном темпе. Спас-15 может работать как в автоматическом режиме, так и в режиме одиночных выстрелов. У меня деньги есть, а сколько он стоит? 436. Можно прикупить. Но сначала предлагаю продать. Продать кучу хлама. Это мне все равно не нужно, потому что у вампира ничего не работает. Серебряное кольцо тоже на продажу. Касса. Стоит 6 бачей. Почему она до сих пор у меня? Я должен был по идее отдать ее Жанет. Возможно, Тереза меня перехватила и в итоге отдать не удалось. Томатургические создания. Пусть будет при мне, на всякий случай. Золотое кольцо на продажу. Изящное туда же. Часы. Фото. Нет, бесплатно отдавать я не буду. Статуэтку идол. Можно отдать пище, но предлагаю занести ей ее потом. Хотя можно забежать. Кольцо для ключей нет. Баночка таблеток. Эстроген. Давай тоже продадим. Мне в любом случае не нужны обычные часы. Также 9 баночек морфия. Офигеть. Я столько насобирал. Деревянный кол. Вообще не знаю, для чего он нужен. Автомагнитола. 33 бача. Неплохо. Итак, я, получается, весь хлам продал. У меня 22,5. Дальше, что по книжкам. Компьютер для бабушки. Я читать не буду, потому что он мне не поможет. Фокусницы тоже продаем. Не опознанно. Борьба не менее двух. Когда-нибудь потом. Кровавую звезду я продавать не буду. Холодное оружие не менее двух. Когда-нибудь потом. Деловой елшедневник. Ладно, пусть будет у меня. Чертополох. Усиливать защиту? Нет, это я не продам. Клык тоже не продам. Визитная карточка. А не нужна. Так. Защита от Собчака. Что она дает? Руководство по безопасности. Это мне уже тоже не поможет. По оружию. Давай ничего не будем продавать. Ну и можно сейчас его автомат прикупить. Где он? Точнее, дробовик автоматический. Просто чтобы был. Кстати, а чем он стреляет? Сразу давай закупимся патронами. Конечно, я не горю желанием из него стрелять. Потому что я не умею стрелять. А чем ты стреляешь? Скажи мне, пожалуйста. Вряд ли, вряд ли. О. 18 почти стоит. Все, 60 купил. 2000 осталось. Это хорошо. Давай заглянем тогда, раз здесь оказались, к Хизер. Заглянем к Трипу. Может, заглянем к Вандалу. И потом уже в Голливуд. С другой стороны, новый район. Это, опять же, нужно все осмотреть. Потратить на это кучу времени. Ну, может, здесь еще какие-нибудь задания появятся. Сейчас просто по-быстрому пробежимся. Можно попробовать к Терезе, к Жанет заглянуть. Может, они что-нибудь новое скажут. Привет. Почему не убираешься? Ты снова здесь? Я гуляла сегодня вечером, и я, ну, встретила одного парня. Он не отставал от меня. И я... Он пришел сюда со мной, и, ну, я подумала, тебе захочется выпить его крови. Ты серьезно? Где он? Ванной. Я... Я заперла его. Я сделала что-то не так? Даже не знаю. Пойду гляну, что там. Вдруг она реально его там грохнула. Здорово, чувак. О, черт. Надо как-то выбираться из этой дурацкой комнаты. Эй. Что за херня? Скорее подсюду браться. Выпустите меня. Я убью эту сучку. Слушай, моя сестра немного не в себе. Я отпущу тебя, если ты все забудешь. Эта сучка меня сюда привела. Вырубила и заперла. Какого хуя? Зачем так, блядь, поступать? Ну, может, она думала, что ты любишь там все эти Садамаза, БДСМ. Кто тебе знает. Ну, это только потому, что собирался ее изнасиловать. По крайней мере, так скажем, копом. Так вот, что она намерена провернуть. Ладно, ладно, просто выпусти меня. Я хочу убраться от этой сучки подальше. Да, давай. И еще раз, я очень извиняюсь. Эй, выпустите меня отсюда. Какого черта? Слушайте, это, это, это нифига не смешно. Эй! На! Есть тут кто-нибудь? Ау! В смысле, ау, ты где? Я тебя же выпустил. Ну, во-первых, это опасно, потому что человек пропал. У него есть семья, у него есть родственники. Кто-то еще. Вдруг кто видел, что Хизер его вела сюда. Соответственно, сюда придут с обыском, найдут его. Ее посадят. Меня, мало ли, разбудят посреди ночи. Или разбудят с утра, выведут на свет. Я сгорел, и все. Ну, если нет, то я устрою буйню, и опять же испорчу маскарад. Хизер, ты думай, что делаешь. Хозяин? Я отпустил его. Никогда больше не делать такого, Хизер. Мне очень-очень жаль. Я больше не буду, обещаю. Не могу на тебя долго сердиться. А не могу на тебя долго сердиться. Извинение принимается. До встречи, Хизер. По факту, от нее не требуется ничего делать. Ну, как от любой девушки. Не делай ничего, только выполняй команды. Все. Зачем что-то придумать? А, два непрочитанных. Кто мне там пишет английский? А, два непрочитанных. 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 Спас Хизер от того, чтобы ее посадили в тюрьму. Плюс получил дополнительное задание. Это великолепно. К вандалу тогда. Мало ли он еще что-нибудь расскажет. В почтовом ящике у меня нету ничего. Пошли на улицу. Можно заглянуть и к трипу. Мало ли ему понадобились там опять какие-нибудь веселые таблеточки. Правда, я все свои таблетки уже Меркурию распродал, но что ж поделать. Просто нужно абсолютно со всеми поговорить и посмотреть, нет ли поручения. Рад снова тебя видеть. Что-нибудь нужно? Окей, вот все, что я сегодня достал. Да ничего тебе полезного нет. В тату-салоне, по-моему, никто не обитал. Я туда ходил по заданию, чтобы выслеживать то ли китайского вампира, то ли еще кого-то. Сейчас заглянем в клинику, к вандалу, к Терезе. Потом можно будет заглянуть в конфэшн, поговорить с хозяйкой, поговорить с Петти, сходить к пище, отдать ей этот талисман, статуэтку и что еще. И, наверное, отправляться в Голливуд или время уже закончится. Так, пошли в банк крови. Здорово, вандал. Что нового расскажешь? Нужна доза? Да. А вандал ничего нового не рассказывает. 85? Лексир древних ради. Нет, 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 нет. Сучья королева сказала не делать этого. Давай на всякий случай купим до пяти штук. Вызываю номер 26. Номер 26. 26. Вандал поехал к крыше. В общем, у меня половинный запас крови, я считаю, это оптимально. То есть и наполовину полон стакан, наполовину пуст. То есть есть возможности подобрать где-нибудь кровь и не быть абсолютно пустым, если она потребуется. Вот эта штука закрыта. Не знаю, как она открывается. Сейчас поговорим с Терезой. В закузочную. Смысла, наверное, идти нет. Картеру Килл Патрику может. И... Я ищу Носферату. Почему не поговорить Носферату об этом? Он же может про свой клан что-нибудь рассказать? Здорово. Что тебе нужно? Хочу задать несколько вопросов. Например? Я бы хотел спросить, а где Гэри? Но почему-то я не могу у него спросить. Мне нужно отправиться в Галилю. В Абокалипсису в холодных сточных ямах проклятых всегда найдется место до язычников. Здорово. Здорово, приятель. Рад снова тебя видеть. Ну, тебе есть какие-нибудь дела? Конечно, приятель. Валяй. Нет, у него никаких новых дел и работенки нет. Ладно, ничего страшного. Осталась Тереза и Голливуд. А нет, Тереза, Даунтаун и потом Голливуд. Я представляю, когда появится Чайна Таун и нужно будет оббежать всю Санта-Монику, весь Даунтаун, весь Голливуд и потом только туда отправиться. В любом случае, я проверяю, чтобы не пропустить задания, новые диалоги. Может, где-нибудь здесь я встречу Найнца, упитого в усмерть, валяющуюся в луже кроли. Привет, Тереза. Добрый вечер. Вижу, твои дела идут неплохо. Что привело тебя назад ко мне? Как дела в Санта-Монике? С тех пор, как не стало Жанет, я без проблем контролирую город. Еще я официально просягнула к Амарилье, уйдя от анархов. Если что-нибудь случится с Лакруа, у меня появится шанс стать следующим князем. Слушай, Тереза, а ты не думаешь вступить со мной в союз, мы уберем Лакруа, ты станешь князем, а я буду ничего не делать, почему бы и нет? Рад слышать, поздравляю, до встречи. Тунг, что за мерзкое имя? Получается, Жанет была за анархов, а Тереза за Камарилью. Ну, в принципе, логично. Как дела, дружище? Да ничего особенного. Ох, еще раз спасибо за помощь, чувак. Пожалуйста, я хотел услышать из тебя какое-нибудь новое задание. Ну, не знаю. Не знаю, вот есть патч, который добавляет какие-то активности. Почему, например, линию того же Нокс не расширит, что он после клуба потом куда-то еще ушел, какие-нибудь еще поручения выполнить можно было? Не знаю, вроде с момента выхода игры сколько? А лет 18 прошло. За это время, наверное, кучу всего можно было написать. А так, в музее мне не надо. Поехали в даунтаун. Конфешн, пища и все. Ох, таксист когда-нибудь меня изобьет за это. Я правильно шеду? Да, вот он, конфешн. В конфешн я иду, чтобы получить деньги. Да, у меня 2000. Или сколько уже осталось? 1600, но тем не менее. А деньги никогда не бывают лишними. Можно между тем заглянуть к анархам. Может, все-таки появился Найнс, хотя вряд ли. Ему сейчас вообще показывается запрещено где-то. Ну и плюс, что Джек скажет по поводу кровавой охоты. Здорово. За деньгами? Прошло время, для тебя тут накопилось. Возьми, это приукрасит твой вечер. Спасибо. Вот это было хорошо. Теперь мне бы еще вспомнить, где сидит пища. Пища сидит в больничке, в заброшенном. Вот где-то находится. Да зачем покупать мне часы? Я только продал десяток. У Ларри, может, что-то еще появилось. Почему бы нет? Партнер! Что новенького? Да все в порядке. Покажи, что ты там продаешь. Ничего нового не появилось. К Штраусу я идти не буду. Потому что Штраус вечно мне ничего не говорит совершенно. Вот так. Skyline Apartments. Госпиталь 7. Госпиталь это вроде та больница, где пища сидит. Крайне мере, я на это хочу надеяться. Так как я сейчас не помню, куда мне нужно идти. Я куда-то уже не туда пошел. Да, потому что здесь ступичок. Ай, великолепно. Даунтаун всегда для меня был самым абсолютно непонятным районом. Вроде бы здесь одна улица, которая буквой С идет. В итоге, хреново разбери, куда повернуть. Зато можно, например, на коллайд посмотреть, на плакат. Some kind of strange. Гайд чего-то странного. Ну, плюс лишний раз можно смотреть сам даунтаун. Неизвестно, когда я сюда еще вернусь. Хотя, смотри, я нахожу саркофаг, я иду к лакроу. Я не нахожу саркофаг, я иду к лакроу. Что бы я ни сделал, я иду к лакроу. Так что здесь мы не раз еще будем. В сбоку? А как ты открываешься? Точно. Так, теперь вентиляция. Поползли. Здорово, пища. Да. Я тебе принес ту вещь из музея. Да. Это подлинник будет мне полезен. Что-то доносится оттуда. Шепот. Взамен я даю тебе это. Ее называют чашей ненависти. Она набухает от пролитой крови и дает своему владельцу выжимать ее. Выглядит как мокрое гниющее свиное рыло. Спасибо, еще вопрос. Да. Насчет предметов, которые тебе нужны. Да. Напомни, где еще раз книга должна быть? Он используется, чтобы общаться с потусторонними сущностями. Эта книга называется «Голос смерти». Если окажешься во владениях Джованни, постарайся заполучить ее, ведь второй возможности не будет. А можно спросить, а где находятся эти владения Джованни? Ну, почему-то нет. Хорошо, если найду, принесу. Но, судя по логике, Джованни должен либо обитать где-то в Голливуде, либо в Чайнатауне. Это что такое? Я застрял? Да. Я застрял. Теперь запрыгнуть в вентиляцию. Это очень сложный процесс. И еще я на картах стою. Опа. Эх, я все-таки смог. В конфешне я только что понял, что не поговорил с Петти. Ну, о чем я с ней поговорю? Она меня в прошлый раз послала. Про ее триммера я ей не могу рассказать, потому что, как ты написал в комментарии, я его права не находил в особняке Граута, потому что там его не должно было быть, и, соответственно, права вырезали. Ладно, в следующий раз, когда загляну в конфешн, тут кто-то пробежал. Возможно, это какой-то вампир Бруха был на спидах, на стремительность. Но его еле заметил. Обычный человек, думаю, вообще не смог бы. Идем сейчас говорить с Анахами, и после этого Голливуд. Спустя полчаса с начала серии. Серия про Голливуд начнется спустя полчаса. Просто великолепно. Ну, может, это маленький райончик, и там смотреть нечего. Здорово, Джек. Откуда ты узнал? Малыш, не обязательно доживать до моего возраста, чтобы завести парочку связей, одна из которых способна проникнуть за железный занавес местного музея естественной истории. Да, я ездил туда за саркофагом для Лакуа. Похоже, он делает серьезную ставку на этот саркофаг. Под его париком завелись какие-то злобные тараканы. Ну, зачем ему он так нужен? У меня для тебя новый сценарий сюжета. Готов поделиться с тобой. Ты когда-нибудь слышал про Диабли? Лично я, да, слышал из-за ролика на канале «Неправильный мир тьмы», когда я смотрел про треймеров, чтобы понять, кто они вообще такие. Ну, и другие ролики там тоже классные. Но я как вампир в игре, я вообще без памяти. Нет. Что это такое? Ну? Это когда вампир выпивает досуга другого, более сильного вампира. Диаблили — это обычная практика шабаша. Но это большое табу в цивилизованных вампирских кругах. И сто пунтово запрещено комаринь. А почему это табу? Когда младший вампир диабилизует старшего, младший получает всю его силу. Вау. Так ты считаешь? Князь готов разнести Лосаншелес ради этой штуки. Как думаешь, почему? Что нужно амбициозному лакруа от спящего древнего? Хм, догадываюсь. И что мне дальше делать? Он хочет, чтобы я принес ему саркофаг. Подумай сам. Капля древней крови сделает любого сороднича практически неуязвимым. Любой, кто заполучит саркофаг, будет думать о том же. Если саркофаг получит лакруа, мы хоть будем знать, у кого он. Ну, смотри. Если саркофаг заполучит лакруа, лакруа выпьет его тут же, я думаю. И как бы все. И лакруа хрен убьешь потом. Ну, полагаю, что да. Кроме того, добраться до саркофага и добраться до его содержимого две разные вещи. Ну да, ты в этом прав, потому что, опять же, открыл саркофаг, а тот вампир, который там обитает, он целый корабль разнес. Хотя, может, он уничтожил корабль и опять отправился в спячку. Неизвестно. Ну, окей, у меня есть еще парочка вопросов. Конечно, малыш, вываливай. Я бы хотел спросить о Голливуде. Что у тебя, ну, нет? Ладно, мне пора идти. Пошли поговорим с Дамзел. Афра, вампиру нечего докладывать в любом случае. Здорово. Ну что, узнал что-нибудь? Князь очень зарисован в получении арт-карского саркофага. Может, это вроде как Роллс-Рой среди саркофагов или типа того. Вши, вы ублюдочный аристократ. Как знаешь. Сообщу, когда узнаю что-нибудь еще. Ну, она пошутила, типа, вампиры любят спать в гробах, а этот древний, элитный такой саркофаг может лакура, типа, решил в нем поспать или жить. Почему бы нет? Так. Я у анархов был, к Штраусу не пойду, потому что он не хочет со мной общаться. Не знаю почему. Вроде как, глава моего клана в этом городе. Но почему-то не хочет со мной общаться, принимать меня в пирамиду, в клан и так далее. Ну, его выбор. Ну, а может, просто я не заслужил, кто я такой. Меня обратили вообще без ведома комари или без ведома самого клана. Нафиг я им нужен. Плюс я особо не знаю секреты клана, поэтому можно не опасаться, что я кому-то что-то разболтаю, потому что я толком-то понял, что я вампир про... Ну, неделю, наверное, назад уже. А теперь, наконец-то, Голливуд. Хочешь прокатиться? Да, просто поезжай. В Голливуд. Замечательно, я никого не убил. Тебя, значит, зовут... Хорошо, я туда и отправлюсь. Так, это похоже... Судя по тому, что не было зубов, какой-то гуль, наверное, Майзека. Так, во-первых, мне нужно посмотреть, насколько большой Голливуд. Да, такой себе. Есть две параллельные улицы, как бы больше ничего. Итак, Азиатский театр, Калаветти Кафе, Лакистар. Лакистар это отель, куда мне нужно отправиться. Ну-ну. Что ну-ну? Отправлюсь когда-нибудь. А Red Spot, это где? Это совсем рядом. Это забегаловка, типа... 21... Ой, это вот замечательный магазин, 24 часа, который работает. Это просто самый лучший магазин на свете, потому что вечером часов в 10, в 11, думаешь, так, неплохо было бы купить, и тут, понимаешь, счет потери. Мне же нужно отправиться в такую дать. Ну, вот чисто около меня, в моем районе нету таких магазинов. И это очень сильно удручает. Так, 5. Metalhead Industries, металлическая голова, индустрия, завод, наверное, какой-то. ASP Hall, Синбин, Голливуд Каметри, и весь Муфия Сувиус, Голливуд Апартаменты, Абрахамс Ювелири, и Граунд Ноль. Что такое Граунд Ноль? Ага, Граунд Ноль это 12 и 12 А, напротив меня, что? Это где? Еще раз. Я стою да, за моей спиной. То есть, вот это, вот это и есть Граунд Ноль. Ну, начинаем осмотр. Пошли тогда сюда, сюда, в тупичок, а тут посмотрим. Меня развернуло сейчас. Так, японка какая-то. Аугер ресурсис. Кулкац, почувствуй смерть для... Все, я дошел до тупика. А с другой стороны, мне говорили, отправляйся к этому вампиру, может, действительно, сначала отправимся к Айзеку, типа, скажем, вот он я, не убивай меня. А, я, кстати, к нему и отправляюсь. 11. Чего? Сан Сен-Грид. Я не могу по карте ориентироваться абсолютно, я не понимаю, почему. Напротив меня какой-то дом. Вот. И рядом с этим домом будет то, что мне нужно. Нет, напротив. Ну, ладно. Ну, ну. Да, неплохо, неплохо. Кстати, вот так вот очень опасно выставлять. С другой стороны, может, этому лиши. А как? Отправляйся в ювелирную, а ювелирная закрыта. И, чувак, не рисуй тут. Зато с черного хода может. Это ты, Айзек? Какой солидный чувак. Добрый вечер, дитя. Айзек Абрамс. Я ожидал тебя. Похоже, лавянные солдатики Камарилии слишком часто меняются в последнее время. Этот дешевка князь Лакруа хочет мне что-то сообщить. Я ищу Носферату. Значит, пришел купить информацию, у канализационных крыс. Да, Лакруа в отчаянии, если унизился до общения с ними и просит помощи у меня со связями. Ну, вроде, Носферату работает на Камарилью. Какая разница? Есть какие-то идеи, где их можно найти? Ну, тебе и рожа, конечно, наглая. Возможно. Мне перестает нравиться направление нашей беседы. Я старомоден, но это мое оборонство и существует традиция, что следует заплатить дань уважения. Ясно. Ну, и чего ты хочешь? Все, что мне нужно, произвести обмен. На прошлой неделе я заплатил за некий предмет фильм. А этим вечером получил электронное письмо, сообщающее, что продавец готов доставить его. К сожалению, на него вдруг напала паранойя. Не хочет встречаться, оставить его где-нибудь и говорить по телефону. Сказал, что отправит сообщение на компьютер вместо интернет-кафе и назначит встречу. Понимаешь, к чему я клоню? Ну, да, чтобы я отправился навстречу вместо тебя. Ты хочешь, чтобы я отправился навстречу? Достаточно просто. Итак, вступаем в интернет-кафе нулевой уровень. Найди и зайди в директорию Джозеф Кей. Пароль Кавка. Там будет электронное письмо с указанием места встречи. Встреться со связным, забери предмет и возвращайся. Все просто, правда? Хорошо вопрос. А мне там не нужно никого случайно убивать? Я сделаю это, но сначала у меня есть пара вопросов. Позже будет масса времени на расспросы. и я разъясню тебе все, когда ты вернешься. Хорошо бы, если так. Доставка посылок не приходилось еще таким заниматься. Ладно, мне пора. Великолепно. На данный момент считай себя званым гостем в моем баронстве. Добро пожаловать в Голливуд. Спасибо. В общем, если отправляешься в новый город, в новый район, всегда нужно представляться вампиру, который контролирует этот район, чтобы не было каких-то там конфликтов. Кстати, у тебя можно комп взломать? Нет. А, например, кассу нет. Ладно, пошли. Куда мне нужно отправиться? Граунд 0. Граунд 0 это 12-я точка на карте, которую я не находил. Великолепно. Но туда отправимся потом, и сейчас нужно смотреть все остальное. Итак, здесь снова есть абсолютно темная непроглядный переулок, который нужно осмотреть. И это еще что? Чаша ненависти. Будучи извращенным плодом работы мастеров плоти зимницы, это существо обречено на вечное мучительное существование в служении проклятых. Когда вы убиваете врагов, чаша наполняется кровью. Используйте чашу, чтобы пить из нее накопленную кровь. отвратительная штука. Эй, чувак. Нет, но убивать я его не стану. Так, начинаем осмотр. Здесь живет наш Айзек, который заправляет район. Ассенсен Брид Закрыт Сори Дэд По-моему так написано. Это афиши либо фильмов, либо какие-то группы приезжают выступать, музыку играть. Куда сейчас я направляюсь? Заперто. Взломать нельзя. Либо я получу ключ, либо потом это откроется. Китайский какой-то ресторанчик. Следующий ресторан, где мне нужно оставить отзыв. О боже, это ты? Мы все безумно о тебе беспокоились. Ты исчез, а не позвонил, никто не знал, где ты и что с тобой произошло. Мы думали, ты уже мертв. Ты в порядке? Но знаешь, неважно, мы поможем тебе. А ты вообще кто? Это же я, Саманта. что, амнезия? Давай я позвоню, мы соберемся вместе, поговорим, может, ты что-нибудь вспомнишь. Важно, чтобы они узнали, что ты жив. Кстати, а похоже, это из моего до вампирского прошлого девушка. Думаю, ты ошибаешься совсем здесь недавно, и я тебя не знаю. Да брось ты, я не шучу, я знаю, что это ты, ты меня не помнишь? Это же я, Саманта. Что с тобой случилось? Ох, Саманта, тебе лучше таких подробностей не знать. Послушайте, дамочка, я правда вас не знаю. Это что, розыгрыш? Ну, твое лицо, ты выглядишь так похоже, невероятно, даже не верится. Похоже на кого? А может он не хочет, ну, тот человек, на которого я похож, чтобы его нашли? Ты не думал об этом? Это же ты. Похоже, ты не понимаешь, что говоришь. Мы хотим помочь тебе. Увидишь, все просто хотят, чтобы ты вернулся и пришел в себя. Жди тут, я только позвоню, все будет в порядке. Но кому ты звонить собираешься? Ладно, давай подожди. Вроде все безопасно. Или проследить за ним, хотя послушать, что он там будет говорить. эй, Дженни, ага, это Сэм. Никогда не догадаешься, кого я встретила. Ну, ты же знаешь, кто недавно пропал? Ага, я тоже до сих пор не верю. Просто проходил мимо меня в Голливуде. Он здесь, рядом. Но все-таки тут что-то не то, и я думаю, тебе стоит позвонить парю людей, и... Ну, сначала он меня не узнал, и я думала, что в этом виноваты наркотики или еще что-то. Ему нужна наша помощь. Ладно. Может положить его в больницу или сообщить полиции? Ну, мы не можем его просто так бросить, он... Хорошо, позвони, а я пока задержу его здесь. Просто дай всем знать, что он жив, и что мы собираемся ему помочь. Может я... Чем я маскарад нарушил? Стоп. как? Что я сделал? Ладно, давай поговорим с тобой, девушка. Ну? Да не бойся ты меня. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Ты будешь за мной ходить теперь? Чего тебе от меня нужна? Может действительно она девушка из моего прошлого, знакомая какая-нибудь? Эй, чувак, смотри, тут деваха, давай ты ее закадришь, там поговоришь, с ней посидишь, поешь кофе. Побольше хлеба и оливкового масла. И заберите это шардоне и принесите к Янте. Дайте ему подышать 20 минут и затем подайте вместе с Зити. Окей? Вообще-то я просто нахула. Хотели что? Оторвать меня от работы? Вы хоть понимаете, что это важное открытие? И что я, именно я, могу прославить или возможно покупить этот ресторан? Это тот ресторанный критик. Я чисто мимо проходил, вообще про него даже забыл. Но вы кто собственно такой, чтобы иметь такую власть? Я Тоби Флейдом, главный эксперт по еде в Лос-Анджелесе. Ресторанный критик для крупнейшей газеты на западном побережье. Радиозвезда передачи станции KTNK. Жуй поживай. Если бы я чаще писал о Макдональдсах, ты бы меня знал. Как раз тот человек, с которым я хотел поговорить. Не совсем понимаю о чем вы. Разве не в твоих же интересах критиковать это место? Тебе надо заботиться о репутации. Каким образом? Становишься посмешищем в мире кулинарии. на что угодно напиш положительную рецензию. Знаешь, раз уж ты упомянул об этом, ньоки слишком холодные, равиоли как будто магазинские, и обстановка здесь оставляет желать лучшего, не правда ли? Это местечко просто дорогой кафетерии. Ноль баллов! Да, я напишу рецензию, которая уничтожит этот ресторан. Вот-вот я об этом. Отлично, отлично, мое дело сделано, я ухожу. Спокойной ночи. А не мог бы ты от меня вот эту деваху отвадить, чувак? я напишу рецензию, которая уничтожит этот ресторан. Ой, ты дашь мне прайс? Просто невероятная! Именно так бы я сказал, если бы ее подали вчера, когда помидоры были свежими. Знаешь, какая проблема? Она меня загнала в угол. Я не могу отсюда выбраться. Или могу. На карта, прыжок, прыжок. Ах, я вылез. Бежим. Ты что ты ко мне пристала, девушка? Я тебя не знаю. Ты вообще тощий не в моем вкусе. Отстань от меня. Вот поешь там с этим ресторанным критиком хотя бы мясом простешь. Может мне не знаю, можно ли на таких автоматах позвонить на тот номер, который был набран последним и спросить, что вам от меня нужно. все будет хорошо. А ты пойдешь со мной к Айзеку? Может мне Айзеку типа подарок принести? Вот я пришел в ваш район, уважаемый барон. Я приношу вам в жертву эту девушку для еды. Кто не двигается? на нее напали или она негра испугалась? Что с ней не так? Так, стоп. Она отстала. Может она вот этого чувака испугалась? Ну с другой стороны да, какой-то бандит. стой на месте? Нет, я не буду стоять на месте. До свидания. Так, здорово. Не без разницы. Это я куда пытаюсь зайти? В отель. А я могу? Нет. Сюда я не могу. Это у нас чего? Мне нужно, чтобы эта деваха от меня отстала. Здорово. извините, но мест нет. А я просто хотел осмотреться. Сколько угодно. Это сокровищница повседневности. Работая здесь, встречаешь кучу типажей, готовые сюжеты, персонажей. В местах вроде этого писатели изучают человеческое поведение, приятель. Значит, ты писатель? Писатель слишком затертое обозначение, не находишь? Это вроде как, ну, типа каждый второй сейчас говорит, что он писатель, ведь так? И о чем ты пишешь? Ужасы? И над какими фильмами ты работаешь? Я? Ну, я как бы собираюсь переосмыслить саму суть фильмов о вампирах. Как бы куча людей делает фильмы про вампиров, популярные персонажи и все такое, но я, я собираюсь сделать реальную вещь, но он типа будет не только страшным, но и как бы правдоподобным. Ну, вампиры? И что тебе о них известно? Ну, моя история, она как бы не о чесноке и летучих мышах, она об обществе вампиров. Знаешь, ну, о настоящих вампирах, какими они были бы, как они живут в нашем обществе, незаметно для нас. Ясно, ну, мне пора идти. Так, возможно, он будет представлять для нас угрозу. Это слишком большая территория, предлагаю не осматривать так глубоко. Так, что по времени? 48 минут прошло. Давай проверим, девах от меня отстала насовсем. Так, тут ее нет. Отлично. Я не знаю, куда она делась, но огромное спасибо тому не знаю, чуваку, который рисовал граффити. Он реально выручил. Я накосно на нее глянул, испугал. с бомжами не поговорить. ничего не сделал. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Крысы жрать не буду. Так, сюда не зайти. Это чей-то особняк. королин. Каролин. Я еще пытаюсь найти, где этот граунд ноль находится. По идее, граунд ноль это что-то типа подвального этажа. В итоге я не пойму, куда иду. Плюс как-то стало темно. Давай я возьму в руки факел. Буду пугать людей. ну, чё ж поделать. Я не могу ходить с фонариком, поэтому буду так. Газетка. Кража века. Из музея украли анкарский саркофаг. Ну, что ж, бывает. Я даже рад, что это не я сделал в очередной раз. Здорово, чувак. Я не представляю, как мне в одиночку пришлось вытащить этот саркофаг. Ух! Я еще раз наружу как? меня что, вот этот чувак заметил? В общем, я чисто случайно нарушил маскарады еще раз. но если она охотник на вампиров, то она знает, что я вампир. И если я использую свою вампирскую способность против нее, как я нарушаю еще раз маскараду. Ладно, у меня осталось два нарушения и мне кранты. Нужно быть поаккуратнее. Так, тут бегущие девушки что-то рвануло в Везувиус. Это не граунд ноль. Это совсем не граунд ноль. Может, я как-то невнимательно смотрел. Так, это опять же про кражу. Exchange Faces. А цифра двенадцать граунд я не знаю, как я не заметил цифру двенадцать прямо посередине этого изображения. В общем, искать здесь нечего. Все отмечено, все замечательно. Как мне восстановить маскарад? Наверное, нужно тому писателю сказать какую-нибудь дичь про вампиров, и он напишет абсолютно неправдоподобный сценарий, и, соответственно, я восстановлю маскарад. Или же нет? так, тут бомжи, тут что-то похоже на склеп или церковушку, может, банк, но какое-то древнее здание. сагуарьи фоллс will make it wet будет делать тебя влажным. А, фоллс, что такое фоллс? Гравити фоллс. По-моему, то ли горы, то ли холмы, то ли какие-то такие возвышенности, водопады, может, не знаю, сенбин не пойду. Ну, что ж, осталось совсем немного, давай дойдем к этому нулевому этажу и около него тормознем. А в следующей серии туда уж и направимся. Так, я здесь. не понимаю. Это напротив вот этой вот штуки. Ну, вот. То есть мне сюда нужно сюда не пройти. Здесь ручек нет. Сбоку тоже нет. Как мне туда попасть? Загадка. Ты случай не знаешь? Какая-то надутая, наобычная. Ладно. Давай зайдем хотя бы в магазинчик 24-часовой. Может, здесь что можно прикупить? Здорово. Добро пожаловать в красное пятно родной дом Монстрачак. 72 унции вашего любимого напитка за 89 центов. Ну и все такое. Вам помочь? Да. чего интересного творится в округе? Есть что-нибудь странное или необычное? Вы никогда думали, что это типа капитана игра, и мы такие две порции персонажа. Мы там знатно зажжем. Чел. Это глубокая мысль. Так, не сомневайся, еще увидимся пока. Где же я опять перепарковал свою машину? Ой, подождите, у меня же вообще нет машины. Кто все это говорит? Во-первых, здесь играет радио, во-вторых, кто-то еще громче радио говорит. Я хочу радио отключить, потом с ним поговорить уже по-норманию. Где же я опять перепарковал свою машину? Ой, подождите, у меня же вообще нет машины. Вы никогда не думали, что весь мир это типа компьютерная игра, и мы в ней такие персонажи? О, да, чел, это глубокая мысль. Кто это говорит? Это ты? Как жизнь? Слышу что-нибудь о серийном убийце. А, это ведь не ирония, верно? не окажется, что типа серийный убийца это ты, а? Нет, а что тут творится? Есть что-нибудь интересное? Всегда. Сходи на выступление моей группы Зернова Эбола. Мы играем завтра в крематорию. Пять баксов, две порции выпивки. Мы там знатно зажжем. Интересно, о чем еще можешь рассказать? Ага, везу и рулик. Шоколадный сироп или арахисовое Меня туда не пускают, но черт, те девочки, арахисовое масло, чё? Ну мне же надо во что-то обмакивать эти чипсы. Отлично, может когда-нибудь туда зайду. А ты знаешь, тебе правда нужно бы спросить меня об особом предложении. Ладно, и что за особое предложение? Рад, что ты спросил, бро. Смотря на тебя, ты заслуживаешь доверие. Вы никогда не думали, что весь мир это типа компьютерная игра и мы в ней такие персонажи. Получаешь оружие на выбор бесплатно. О да, чел, это глубокая мысль. Конечно. Покажи, что у тебя есть. У него есть кольт-анаконда, револьвер 44-го калибра. Чувствуешь, как тебе повезло, дружище? Это округлокалибрный монстр останавливает практически все живое и неживое на своем пути. Имеется альтернативный режим стрельбы. Кувалда. Где же я опять припарковал свою машину? Так кто это говорит, кого здесь избить? Просто он достал меня. Чувак, это ты здесь что-то припарковал не там? Или вот здесь только для служащих? Кто здесь что не так паркует? Уже достали. Я не понимаю, кто там постоянно говорил. Причем о... Чего? Я же отсюда вышел. Причем очень неудобно из-за этого с продавцом говорить, потому что громкость голоса абсолютно одинаковые. арахисовое все все посмотрим на рэд спот пиво, вино, табак, пиписы, мороженое. Итак, спасибо тебе за просмотр. Если понравилось, ставь лайк, оставь комментарий, подписывайся на канал. спасибо и пока.